Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Honda CR-V 1999 года выпуска. На нем мы заменим масло в двигателе, фильтр масляный и воздушный фильтр. Также заменим салонный фильтр. Приступаем! Замену масла начинаем с того, что меняем то, что удобнее. Сейчас мы находимся сверху. Меняем воздушный фильтр. Отщелкиваем две защелки и поднимаем крышку вверх. Поднимаем фильтр и убираем его. Интересно, здесь какой-то мусор, где быть его не должно. Использовать мы будем воздушный фильтр фирмы Portsmouth. его оригинальный номер 17220-P2J-003 это оригинальный японский. А по портсмалу он идет PAJ-012. Идет он вот такой вот. Устанавливаем. Берем крышку на место, заводим. Крышка должна попасть в гофру. Здесь сзади на крышке две направляющих. Эти направляющие должны попасть в пазы в свои. Одеваем корпус и защелкиваем две защелки. Все. Воздушный фильтр мы поменяли. Теперь мы поднимаем автомобиль и сливаем масло. Вот, поднял автомобиль. Вот задний у нас снизу хорошо видно масляный фильтр. Откручиваем его. Пошел руками. Масло с фильтра не побежало. Значит клапан не держал. Здесь у нас все в масле. Я думал, что бежит поддон, а похоже это бежит датчик. Бежит датчик давления масла. Ладно, поддон мы пока не трогаем. Мы возьмем, поменяем датчик. Сейчас сливаем масло. Пробочка здесь на 17. Откручиваем ее. Пробку я закрутил. Масло слилось. Прикручиваем масляный фильтр. Масляный фильтр мы используем фирмы Кита. По Вику он идет и по Кита С809. Такой вот фильтр. Снимаем с него защитную пленку. Наливаем в него немножко масла и смазываем резинку. Смазал резиночку. Налил масла. Много не наливал, потому что здесь он стоит горизонтально. И прикручиваем его на место. Все, затянули. Теперь опускаем и заливаем масло. Все, опустил автомобиль. Заливаем масло. Масло будем использовать живым. 5,30. Заливаем масло. Все, масло максимум. меняем салонный фильтр. Для этого мы открываем бардачок. Сдвигаем его немножко вбок. Выводим фиксатор. И с другой стороны выводим фиксатор. Отпускаем. Вот она крышечка. Сверху есть стопор. Отщелкиваем его. И снизу есть стопор. Тоже отщелкиваем. И опускаем крышечку вниз. Попробуем сейчас поменять не снимая. Если у нас получится. Нет, у нас не получится. Нам придется снимать бардачок и снимать вот эту планку. для этого мы заталкиваем бардачок на место. И откручиваем снизу здесь два самореза. Откручиваем саморез один вот здесь и один вот здесь вот. Снимаем полностью бардачок. и откручиваем теперь вот этот саморез. Откручиваем с этой стороны. Откручиваем вот здесь саморез. вот здесь подотвертку крестовую выкрутил его сейчас вытащу вот он. Берем вот эту накладку боковую и сдергиваем ее сюда. Сидит она на двух вот этих защелках. Теперь берем ключик восьмерочку и ослабляем два вот этих болта. Ослабили эти болтики. Теперь эту планку подлазим вот с этой стороны. Там тоже два таких болта под ключик на восемь и тоже их откручиваем. Откручиваем. Вот тоже вытащил болтик. Теперь эта планка у нас может двигаться. Берем ее и выводим немножко вверх. Отстегиваем проводку и вытаскиваем кассету. Вот она кассета. Фильтр давно не менялся. Очень грязный. Меняем. Сейчас пронесу новый. фильтр фильтр использовать наш фирма Citron номер его 10 97 48 вверх. И вытаскиваем этот кассету. Здесь есть направление чтобы не ошибиться как вставить. Заводим этот фильтр вот этими ушками в эти пазы. Все. Фильтр встал на место. Здесь все плотненько и затолкиваем место. Поднимаем планку проводку и кассету заводим на место. Вот кассета зашла. Теперь берем скобу и защелкиваем. Все. Защелкнули. Ставим на место проводку и ставим на место планку. Также наживляем болты с правой стороны и закручиваем. Так. Подтянули. Теперь закручиваем вот этот саморез сюда. ставим на место вот эту накладку и закручиваем тоже на место саморез. теперь устанавливаем на место бардачок защелкиваем его на защелке и снизу прикручиваем оба винта болта которые вкручивают в планку кронштейн петлю. Наживляем один и наживляем второй. Там он с направляющей на петле есть отверстие на планке есть штифтик поэтому промахнуться не промахнетесь и зажимаем все салонный фильтр мы заменили двигатель завелся пока давление не поднялось как этот шум был рог от распредвала обороты он поднимает автоматом сам поэтому сколько давления пошло шум сразу ушел двигатель вообще работает мягко сейчас он поработает у нас задушим и проверим уровень масла на чистку на этом замена масла закончена всего вам доброго